Там что-то какой-то фонтан или водопад, или что там такое. Шумит. О, блядь, московский водопад. Где бы я бы еще такой увидел? Ничего себе, блин. Когда-то видел такое в Москве? Да. Кстати, а там еще трубки, да, или что? Из них еще вода идет. Да. Ну, круто. Ладно, погнали. Так. А вот здесь, мне кажется, очень глубоко все-таки перед стенкой. Да. Совершенно вправо. Так, что-то, блин. А, все, нашлось. Главное, запорожская, а, золоторожская набережная находится с той стороны. А здесь вообще ничего не подписано. Вообще нифига. Так. Ладно, сейчас пока по прямой можно позвонить. Да, ну, нам здесь идти где-то еще минут 10. Вы уже там на месте? Ага, понял, хорошо. Но нас здесь двое. Но я там буду только... Я там буду где-то только часов, ну, где-то минут через 10 и через 20. Ну, да, это понятно. Я понял. Ага, понял. Что говорит? Да, она сама опаздывает. Ага. Я что-то сомневаюсь, что она вообще там будет. А нам там нужно быть? Что? А нам там нужно быть? Или может быть? Да, мы-то знаем, что всегда можем мимо пройти как-то. Мне это как-то насрать. Если я вижу, что там какие-то знакомые лица, можно так просто поздороваться. В этом здании русское радио. В этом здании русское радио, а ты между которой высокая вот это? Да. Ага. Я думал, в этих где-то гаражах знаешь такое. Подпольное русское радио. Я туда приз приезжал забирать. А, что за приз? Золотая цепочка. Ну, 3000. 3000? Золотая цепочка? Она такая маленькая, тоненькая. А? Несколько грамм. Подожди-ка, а грамм сейчас золото вообще сколько стоит? Если так разобраться. Золото же вроде бы тема дорогая, насколько я понимаю. Дорогая. Конечно, дорогая. И за какие достижения так выписали такой бонусный? Звонил, да, у них в какой-то там векторине. Ну, это несколько лет назад было. Понятно. А, ну да, когда были еще эти всякие звонки на музыкальные каналы, на радио. Там что-то еще? У меня тогда... Ай, даже че, несколько. Это был, короче, 2002 год. Ага. У меня появился телефон как-то дозвон. Ага. Меня забил на это радио. Там подозвон. Ага. Ну, ты знаешь... Дозвонился. Несколько раз я туда звонил. С этим он дозвонил. Ага. Ну, это при чем? Что он постоянно набирал? Это в течение вообще какого времени? Часа, двух? Часа. Час. Не, дозвонился нескольких раз за год я где-то. А. А ставил автодозвон на сколько? Ну, как часто? Не, а как часто? У них идет передача с двух до трех шла. Ага. Я ставлю автодозвон с двух до трех. Ага. И он звонит. Если там занято, он по-моему выбирает. Ага. И что там, обсуждение каких-то вопросов важных? Ну, вопросы задают, ты отвечаешь правильно, вы победа. Выигрыш. Нет, вообще. Понятно. Ну, это, в принципе, так, знаешь, чтобы подогреть интерес слушателей. Это то, что сейчас проводятся всякие розыгрыши на каналах. Да, да, да. В аккаунтах инстаграма 5-10. Ну, это реально телефон туда только звонил. Так бы реально я бы задолбался набирать. Ну, да. Каждый раз даже, знаешь, вызов сбрасывать, потом снова набирать. Ну, да. Ну, да. Ну, да. — Главное, чтобы потом дал знать, когда... — Да, конечно. Но когда дозвонится, включается громкость. — А, я понял. А когда недозвона нету, то громкость не включается? — Тебе не приходится вечные гудки слушать? — Нет. — Ну да, ништяк. — Когда были, когда как раз появились эти телефоны, грустно вздевались, сейчас уже не вижу. — Не, автодозвон, насколько я помню, даже был на старых LG. Это еще какой-то год 2010-й. Не, а телефон был куплен вообще где-то в году 2008-2007. Такой мелкий телефон, как раз такой компактный, такая еще раскладушка. — 2002-й год был, Русь, наш личный. — Ага. — Он был с определителем. Кстати, а он с дозвоном. — Ты меня жду именно мобильной или стационарной? — Стационарной. — А. — И записи разговора. — Ага. — Вообще полностью. — Ну вот сейчас я вот Русь уже нигде не вижу. — Потому что даже с целого интеллектуума было не вижу. — Ну как-то, мне кажется, все-таки да. — Да, это уже полностью, в принципе, мобильники заменили. — А так, если тогда... — Это чайки, что ли, летают? — Да. — И что, они рыбу ищут? — Есть все хотят. — Не, ну вот чайки же здесь не сами завелись. Я думаю, их завезли сюда. — Да ладно. — Или сами. — Мне казалось, это еще от Климата зависит. — Завозят точно. — Не, ну так же кто-то завозит. Мне кажется, утки здесь вряд ли тоже сами. — Сами. — Их бы, всех бы уже здесь бомжи бы съели бы. Этих уток. — Ну поймай, вот давай, поймай сейчас уток. — Не, ну есть места, где можно поймать. Это в районе, блин. Вот этого, блин. Дмитровского шоссе. Точнее, Ленинградского шоссе. Но там есть посадка, там много этих уток. Там прям, знаешь, такая речка где-то метра два шириной. И там такая лесополоса. — Я тебе так скажу. — Того могу, и того поймаю. — Ну они ж тоже не глупые, пожалуйста. — Значит, мы их дома все перейдемлили. — Ну да. — Голубы тоже есть. — Ну это да. Но голубы, видишь, они, в принципе, везде, я думаю, существуют, кроме севера. И то я сейчас не вспомню. На севере... Не, на севере вроде бы их нету. Так, а вот этот самый мост. Воздух такой, знаешь, свежий. На этом ветре. — Река. Яуза. — А что такое? У меня прохлада идет. — В принципе, этот пейзаж можно заснять. Это то, что северный пейзаж можно заснять. На северный пейзаж, который кончиков. Вот это ничего. И опять же, то мы не сможем. Продолжение следует...